МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Миллиард на восстановление? Хлебозавод номер один станет частью технопарка, так решили депутаты Рязанской городской думы. Выплаты без перемен. В пенсионном фонде рассказали, как пройдет локдаун. И спампушки в фитнес-модель. Советы вице-чемпионки России по бодибилдингу Марии Елисеевой. Корректировка бюджета на ближайшие два года, резонансная продажа хлебозавода номер один и строительство новых школ. Основные темы сессии Рязанской городской думы сколько, куда и когда потратят народные избранники, знает Валерий Седов. Самый главный вопрос повестки – продажа комплекса зданий бывшего хлебозавода номер один. Заявленная стоимость 58 миллионов рублей. Приобрести комплекс планирует правительство региона. Им как раз нужно помещение, где может разместиться технопарк. Деньги от сделки пойдут на модернизацию хлебозавода номер три. Впрочем, из-за продажи между депутатами городской думы все равно разгорелись нешуточные дебаты. Спасение вызывает, что данные меры, эффективность данных мер для хлебозавода будет такая же, как и всех остальных. А вот риск ухода и мущество в неизвестном направлении по вызывающему вопросу цене есть. Безусловно, наша фракция считает, что муниципальные предприятия надо сохранить и добиваться их развития. Меры уже вынуждены, и подошло все к тому, что другого решения не может быть. Мы поддерживаем это решение, наши правы свободы для России. Поддерживаем, хотя это очень тяжело. Принимать такое решение очень тяжело. Надеемся, что те средства, которые получит третий хлебозавод при помощи администрации, при помощи управления экономикой, администрация самого третьего хлебозавода позволит сохранить завод, стратегический завод для наших граждан. Ну и как-то все-таки закрепиться и развивать его. По словам исполняющего обязанности замглавы мэрии Олега Федина, построить что-то иное на данном участке нельзя. А чтобы восстановить здание хлебозавода, по самым скромным подсчетам, необходим миллиард рублей. Если же сделка не осуществится, то третий хлебозавод может остановить свое производство уже в ноябре. Этот аргумент стал решающим. За проголосовало большинство депутатов. Еще один вопрос – изменения и дополнения в бюджет текущего года. За счет межбюджетных трансфертов доходы и расходы увеличиваются на 561 миллион рублей. Деньги эти направят на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, ввод в эксплуатацию пристроек, восьми детским садам и строительство школ. На комитете по социальным вопросам Рязанской городской думы в плановом порядке администрации города предпринимают определенные шаги по тому, чтобы школы в нашем городе появились. Проектирование школы в центре города Рязани – один из таких шагов. В частности, речь идет о возможном строительстве школы на 600 мест в центре Рязани, недалеко от стадиона «Спартак», где сейчас находится заброшенная ледовая арена. Выделены средства на проведение проектно-изыскательских работ. Почему мы сегодня говорим уже о строительстве и финансировании? Потому что готовы. Первое – земельные участки. Второе – проектно-смертная документация. И мы с вами говорили о том, что нам надо двигаться дальше по пути строительства школ в городе Рязани, пополняя указ президента о переходе всех наших школ в одну смену, тем более в центре города Рязани. Решение о внесении изменений в бюджет также было поддержано большинством голосов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всероссийский локдаун с 30 октября по 7 ноября не отразится на ежемесячных выплатах родителям. Об этом нам сегодня заявили в отделении Пенсионного фонда России по Рязанской области. Все пособия поступят в соответствии с графиком. Подробнее Герман Гущин. Выплаты рязанским родителям в ноябре придут по графику, сообщает Пенсионный фонд России по Рязанской области. Нерабочие дни на графике получения ежемесячных пособий никак не отразятся. Денежное довольствие поступит до 3 ноября. Пособия беременным и одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет также не позднее 3 ноября. В Рязанской области выплата одиноким родителям осуществляется в размере 5449 рублей 50 копеек на одного ребенка. Выплата беременной женщины, вставшей на учет в ранних сроках беременности 5821 рубль 50 копеек. Данную выплату у нас получает 700 будущих мам, а также 6000 родителей, воспитывающих детей в одиночку. На выплаты Пенсионного фонда имеют право семьи с низким доходом и беременные женщины. Также в ноябре 90 ветеранов Рязанской области получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Денежная прибавка ждет тех участников войны, которые награждены медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокада Ленинграда. Обращаться для этого не нужно. Все выплаты будут в проактивном режиме. Если выплаты будут проводиться в ноябре месяце, пенсионеры получат ее совместно с пенсией или другими социальными выплатами. Если они получают пенсию по своим линиям сеталовых структур, то соответственно выплата будет у них. Дорога жизни, название которой дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро. Единственный путь, позволявший поддерживать связь с большой землей. 30 километров дороги для спасения города создавали с нуля. И к 80-летию этого подвига героических защитников Ленинграда государство решило отблагодарить финансово. По вполне понятным причинам. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания города. В Рязанской области сотрудники Росгвардии остановили очередного нетрезвого водителя. И это бы просто вошло в сводку, если бы не комичные обстоятельства задержания. Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Туме, заметил мужчину, который шаткой походкой подошел к автомобилю Ниссан Альмера, сел за руль и начал движение. После непродолжительной погони иномарка остановилась. В итоге хитреца сотрудники Росгвардии передали коллегам из ГИБДД для дальнейшего разбирательства. Рязанка Мария Елисеева серебром вернулась из Москвы со всероссийских соревнований по бодибилдингу. В итоге хитреца сотрудники активно заниматься спортом она начала еще четыре года назад, и вот уже серьезный результат. Сегодня Мария тренирует девушек не только из России, но и из других стран. Анна Герцовская оценила рельефность спортсменки. Мария Елисеева – молодая мама, которая уже три года тренирует девушек с детьми по своей программе. В этом году она, что называется, расширила горизонты и впервые проверила свои силы в соревнованиях по фитнес-бикини в Москве. Вот у меня две медали. Одна медаль, получается, то, что я первый раз участвовала, да, это дебютантка, да, и вторая медаль за то, что в ростовой, в своей ростовой, потому что там есть ростовой категории, да, у меня там определенный рост, получила второе место. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Следующие соревнования по бодибилдингу, в которых Мария хочет принять участие, пройдут весной. На этот раз она решила подготовиться основательно и завоевать призовой кубок за первое место. Буду все это время готовиться, прорабатывать свои пропорции, потому что там очень это важно, вот, потому что в целом у меня все хорошо, слушаться я умею. Главное сейчас проработать пропорции, потому что там это важный критерий. Сейчас Мария тренирует других девушек, женщин, мам с детьми со всей планеты. Она проводит тренировки не только в зале, но и онлайн через приложение. Елена Юдаева уже прошла фитнес-марафон Марии, теперь отправилась к ней в зал вместе с ребенком. Маша тоже мама, она показывает свой пример, как из, конечно, плохо говорить, из толстушки, из бампушки превратиться в фитнес-модели. Конечно же, хочется стремиться к этому и быть лучше. Вот они приходят сюда, они здесь заряжаются, они здесь худеют, они здесь общаются, взаимодействуют, дети знакомятся, адаптируются, причем эта адаптация еще и полезна перед садом, потому что когда ребенок идет в сад, у него тоже стресс. И у мамы, и у ребенка. А здесь он уже взаимодействует, он уже в контакте, ему уже потом легче, легче, легче. То есть это плюсы огромные, плюс женщины также, да, это же стихия. Мария Елисеева считает, что занятия мам с детьми приносят огромную пользу. Она подбирает те упражнения, которые с легкостью можно выполнять и дома. К тому же некоторые дети приучаются к здоровому образу жизни и спорту буквально с пеленок. У них появляются любимые спортивные упражнения. Приседа, а не пресс. Мне всего больше нравится пресс, потому что, ну его надо качать, потому что а то, когда тебе стукнут живот, то пробьешь живот себе и все. Ну, гель-гель, еще надо качать долго. А тетя Маше надо пояс носить, потому что у нее все мышцы класс. Ну, она качок, как парень. И ездила на срыва, на бане. И у нее второй мастер. Свой успех как в спортивной карьере, так и в работе тренера Мария объясняет очень просто. Все дело в атмосфере. Девушка не дает сухую программу тренировок, а старается зажечь искру в каждом человеке. Замотивироваться не только на физическую, но на моральную и духовную трансформацию. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Правильно выбранная обувь – залог хорошего настроения и самочувствия в любом возрасте. В осенне-зимний период требования к паре повышаются. Теплая, не промокающая, не скользящая. Все эти характеристики, к сожалению, часто отражаются на ценнике. Но не в случае с белорусским производством. Убедиться в этом можно лично. Ярмарка белорусской обуви на несколько дней развернулась в Рязани, в выставочном центре АК. В многообразии обувных магазинов и бутиков сегодня бывает сложно сориентироваться. Ведь модели на любой вкус и кошелек поражают воображение. Но среди всех этих бесчисленных витрин найти свою пару обуви бывает крайне сложно. Причин много. Хорошая по качеству кожаная обувь и стоит совсем недешево. Не каждый может себе позволить отдать за пару ботинок целую пенсию, например. Да и сделанные по одному лейкалу модели не рассчитаны на тех, кто столкнулся с определенными особенностями строения стопы или возрастными проблемами ног. Обувь белорусского производства хорошо известна и своим высоким качеством, и тем, что часто становится спасением для людей с особенными запросами. Преимущество нашей обуви в том, что она изготавливается только из натуральных материалов, а именно из натуральной и прессованной кожи. На ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для проблемных ног, а именно высокий взъем, широкое голенище и выпирающая косточка. В основном это люди, которые не могут в обычном магазине подобрать себе обувь. Немаловажным в современном мире фактором для выбора именно этой обуви становится и цена. Прямая поставка с фабрики производителя позволяет не делать огромных наценок, поэтому такие ценники, как здесь, в других магазинах найти невозможно. На ярмарке представлена обувь напрямую от производителя по сниженной цене, поэтому можно не только подобрать удобную и комфортную обувь, но еще и приятно сэкономить. Рязанские покупатели успели оценить и качество представленных моделей, и приятную цену, и удобство белорусской обуви. А эти критерии – комфорт, удобство и цена – основные при выборе. Ну, не такая уж дорогая она. И в то же время очень удобная и качественная вроде бы. На данный момент сейчас важно бабушку обуть. – Удобная, теплая, комфортная. – Мягкую подошву, чтобы была мягкая, чтобы по ноге внутри сидела хорошо. Ну и фасон хороший, и вроде по ноге. – Прочные, чтобы были. – Ну, чтобы кожаная была. И удобная, конечно. – Да много всего. Всего полно. И можно выбрать. Были бы деньги. Вот башмаки хорошие присмотрела. И вот здесь еще. Работа ярмарки белорусской обуви стартовала 27 октября и продлится до 4 ноября включительно. Выбрать обувь по вкусу и по душе можно в торгово-выставочном центре АК на улице Есенина. Ориентируйтесь по указателю центрального входа. На этом у нас все. Еще больше новостей. На нашем сайте www.3wgorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова